В Ржеве на территории церкви нового мучеников и исповедников российской состоялась церемония открытия и благословения Хачкара. Креста камня, посвященного памяти жертв геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, а также многовековой дружбе между Арменией и Россией. Подготовка к установке Хачкара велась давно. По благословению архиепископа Адриана было выделено место, благоустройство проводили собственными силами. Эскизом и производством памятника занимался Сосо Бабикян из Конакова. Хачкара принято изготавливать из туфа, так как эта горная порода легко поддается обработке и обладает антикоррозийными свойствами. Благодаря им памятникам удалось сохраниться еще с древних времен. Камень для ржевского Хачкара специально привезли из Армении. Он весит 500 килограммов. И она не зря называется память жертвам геноцида армянского народа и многовековой дружбы между Арменией и Россией. Чтобы наша молодежь знала нашу культуру, нашу совместную русско-армянскую. И у нас связывает армяне и русских много, много связывает, многовековое. То, что заложили наши прадеды, фундамент нашей дружбы. И мы должны продолжать и не дать забывать молодым, наше поколение. Торжественные мероприятия начались в Центральной библиотеке с презентации книги Сергея Мачкаляна «Беседы с Горигином Ндже» о геноциде армянского народа. Затем, после просмотра фильма об истории и корне геноцида, все собравшиеся отправились к церкви новомучеников и исповедников российских, где и прошла торжественная церемония открытия Хачкара. В каждой культуре, в культуре каждого народа существует нечто уникальное, что отличает ее от других культур. В культуре армянского народа существует традиция установки хачкаров. Эта традиция пошла еще с 9-го, с 4-го даже века, продолжилась в 10-м веке. И где бы ты ни был, если видишь камень-крест, а хачкар он и переводится, хач это крест, хар это камень, ты понимаешь, что здесь ступала нога армянина, что существует некая память о каком-то событии. И вот сегодня впервые на Ржевской земле открывается первый хачкар, который посвящен жертвам геноцида и памяти дружбы наших народов. Дружба проверяется в делах. И я сегодня, как глава, искренне благодарен жителям армяна поселка Есенка, которые первые минуты, самыми первыми по Тверской области нашли кровь, в семье которых нашли кровь беженцы из Украины. Это о многом говорит. Я думаю, что вот этот символ, этот камень будет символизировать крепость нашей дружбы во имя развития наших народов. С праздником и низкий поклон инициаторам, организаторам этого действия. Но сегодня, уже 14 лет, когда существует Союз Армян в России, мне очень приятно, я имею в виду то, что сегодня армянская диаспора на территории Иржевского района и города Ржевы имеет самое многочисленное представительство, видеть вас сегодня здесь и поздравить всех с этим замечательным событием. Сам факт открытия хачкар на территории храма говорит о нашей духовной, нравственной единстве с русским народом. После выступления официальных лиц и торжественного снятия покрывала молебен на армянском языке отслужил архиепископ ново-нахичеванской епархии Тиран. После освещения хачкара перед собравшимися выступили армянские и русские самодеятельные артисты.